привет 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 песеры с вами борщ обещал я вам это видео вчера но ребят немножечко приболел сейчас тоже достаточно мутная голова вот но видео записывать надо прокачивать игроков надо и само собой я расскажу как бы я прокачивал эпиков милана ну и конечно же big time мальдини напоминаю что полезные ссылки в описании закрепленном комментарии мой телеграм с новостями моя личка в телеграме с тебе нужно задонать из российских карт на мобилочку и конечно же ссылка на чат где ты можешь пообщаться с единомышленниками обсудить прокачки поиграть в общем много всего 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 там интересного там уже под 1100 человек и я думаю это будет самый большой чат по пес собственно в руссообществе потому что почему бы и нет почему бы и нет ладно давайте смотреть по эпиком чего нам тут дали и как это все дело можно раскачивать значит первый у нас данодоне 81 он имеет на правом нападающим и на левом нападающим при этом на левом и правом полузащитники он при наборе вот этом статов на первом уровне имеет 82 но у него стиль продуктивный вингер вот поэтому на правом и левом полузащитники он работать не будет так что качать мы его будем под правого нападающего ну или под левого нападающего тоже можно вполне потому что слабая нога как вы видите у него 33 итак автоматическая прокачка вот Такие статы нам дает, будет он 94 на правом и левом нападающем и правом и левом полузащитнике. 4 идет удары, 4 идет в пасы, очень много идет, аж 12 в дриблинг, 9 идет в ускорение. Давайте тут пока один стат снимем, он дороговат. В корпус не идет ничего, хотя прыжок у него кое-какой есть, но игра головой, конечно, слабенькая, да и росту 73. И в защиту один стат почему-то забрасывает, но это чисто автоматическая прокачка, сами понимаете. Итак, тут, конечно, можно было бы снять с дриблы статы и, наверное, 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 при всех раскладах, я бы лучше статы снял с дриблы, до 8 бы понизил. В принципе, дриблинг у него и так нормально, контроль 85, удержание 81, скорость дриблинга. А поднял бы ему скорость, силу удара и выносливость. Вот здесь бы я докачал до 12, чтобы у него было 89 ускорения, 87 скорости и 87 выносливости. Сами понимаете, выносливость он будет сжечь порядочно. И остается у нас 4 стата, в принципе, можно поднять и либо на 2 удары, реализация у него присутствует, подкрутка у него отличная и даже страфные кое-как бьет, либо поднять пас. Я считаю, что в любой команде можно найти человека, который хорошо будет бить страфные, поэтому я бы эти 2 стата закидывал в пас, сделал бы вот так вот 6. Таким образом, получился бы он у меня 93, а не 94, но мне кажется, так он посбалансированный. Да, дрибла хорошая, это отлично, но выносливость, скорость и сила удара тоже очень важный показатель в нашей игре. По навыкам, есть у него обводка двойным касанием, проброс между ног с разворота, подыгрыш пяткой, ведение подошвой, сложные дальние удары, просто дальние удары. Пас касания, пас в разрез, точность подач и подкрутка шведкой. Само собой, боевой дух, само собой, удар без подработки стоит ему поймать. Ну и, наверное, можно еще добавить пас на ход, слепой пас, то есть вот что-то такое для подыгрыша. Если, конечно, вы играете с ошеломительными ударами, то можно попытаться и что-то на удар поймать, типа удара подъемом, удара подсечкой, ну вот это вот все дело. Дальше переходим к имбе. Имба, он был, кстати, когда выходил его иконик, так сказать, легендарная иконик-версия, да, от сборной Италии, там тоже великолепная карточка. И здесь прикол весь в том, что Пирла, по сути, центральный полузащитник, а ему пишут основную позицию опорник. Вы можете в правом углу сейчас наблюдать, что при том, что на опорнике он 83, по сумме статов на центральном полузащитнике он 89. И стиль у него на центральном полузащитнике работать будет, поэтому, само собой, мы качать его будем именно под ЦПЗ. Автоматическая прокачка под ЦПЗ показывает нам вот так вот. 94 он будет на опорке, но при этом 100 он будет на центральном полузащитнике. Почему в игре оно не будет показывать 100, ребят, ну, я в телеграме своем объяснял, сравнивал, показывал статы. Если вам интересно, вернитесь там на пару постов назад, я вчера это опубликовал, и я думаю, вы поймете, почему все-таки в игре это не показывает, хотя на деле оно так и есть. Так, как тут у нас раскидывают статы? Ничего у нас не идет в удары, хотя у него есть реализация и штрафные он бьет, и подкрутка у него есть. Удары мы будем добавлять. 12 аж летит в пасы, пас навесом 99, пас низом 97. Прекрасно, конечно, но очень дорого по статам. 93, 96, это и так за глаза, это будет отлично. Дребла присутствует, 8 статов идет туда, 4 идет в ускорение, 8 идет в скорость, выносливость и силу удара, выносливость у него прекрасная. В корпус не добавляется ничего, 8 отлетает в защиту. Здесь я, в принципе, согласен, того мы имеем 12 статов лишних. Во-первых, на 4 поднимаем удары, я считаю, что они ему нужны, реализация 81, штрафные 95 и подкрутка 93 просто прекрасно. И остальные 8 статов я бы вкинул в ускорение, то есть поднял бы его до 8, чтобы у него было ускорение 81 и умение атаковать 74. Как видите, 100 он и на правом, и на левом полузащитнике, хотя это вообще не его позиции. На атакующем полузащитнике тоже был бы 100, хотя тоже не его основная позиция. И на центральном полузащитнике 100, как ЦПЗ я бы его использовал. Итого, мы имеем центрального полузащитника с хорошей скоростью и ускорением в целом, с великолепным балансом, с потрясающей выносливостью, умеющего в защиту. Супер пушечные, штрафные и подкрутка, великолепнейшие пасы, классно все по дребле и в атаку сможет вам помочь в атаке. Ну, единственное, конечно, будет отсутствовать корпус. По навыкам есть у него обводка дворным касанием, проброс между ног с разворота, ведение подошвы, пас касания, пас в разрез, пас на ход, точность подачи слепой пас, низкий пас навесом, а также штатный пенальтист. Само собой, боевой дух, добавить ему стоит дальние удары и сложные дальние удары. При его силе удара 86, подкрутке, все вот это вот, это очень будет даже хорошо для него. Также можно добавить подкрутку шведкой. Удар без подработки, в принципе, он будет выходить на ударные позиции. Ну и, наверное, все. Наверное, все. Честно скажу, у Пирла здесь просто потрясающая карточка. Я играл даже за самая обычная его версия, которая у нас с 21 части перенеслась. Ребят, карточка супер. Как ЦПЗшника его используете, просто поймите его философию, так сказать, и ловите кайф от игры. Ну и последний наш товарищ, это Бехтайм Мальдини. Изначально были слухи, что он будет левым защитником. И вот, если бы у него была основная позиция левой защитника, под нее были раскиданы статы, то на центральном защитнике он бы был вообще имбой имбущий. Но и так Мальдини прям очень хорош. Качать его можно под левого защитника или центрального защитника. Тут, конечно, выбор за вами. Стиль будет работать только на центральном, на левом работать не будет. Но из него можно хорошего, такого крепкого левого защитника сделать, который не то, чтобы сильно будет помогать в атаке, но будет при этом великолепно помогать в защите. Ладно, качать мы будем его под ЦЗ. И автоматическая раскидка статов вот так вот 14 аж загоняет в защиту. Что радует, у него неплохая агрессия. Как вы помните, у эпиков и легенд что-то не очень все хорошо с агрессией обычно. Ладно, защиту пока давайте понизим до 12. И все-таки 13 и 14 стат это очень дорого. Вот, 8 у нас свободных получается. 4 идет в ускорение, да. 4 в скорость. И 8 в корпус. Хм, я даже не знаю. Ну вот, 8 статов у нас есть. В принципе, в принципе, у него все неплохо с пасом. Я бы пас ему еще поднял до 4. И до 4 поднял бы дриблу. А почему бы на самом деле и нет? То есть, получился бы он у меня 97, а не 98. Но при этом отличные защитные статы. Хороший пас низом и пас навесом для центрального защитника. Скорость ускорения присутствует. Выносливость присутствует. Корпус есть, головой играет. Мне кажется, что вот так вот он смотрится прям очень даже неплохо. Плюс у него 186 роста, что замечательно. На самом деле он не низенький. Так, тут мне решили пописать сообщение. Извините. По навыкам. Есть игра пяткой. Пас на ход. Точность подач. Подкрутка шведкой. Опекун перехват. Способности капитана. Верховое главенство. Блокировщик. И подкат. Само собой, ловим боевой дух. И само собой, ловим акробатический вынос. Вот. Ну и пожалуй, пожалуй, пожалуй. Точность подач у него есть. Можно, наверное, ему еще добавить низкий пас навесом, например. Ну вот, мне кажется, он был бы ему кстати. Да и все. Остальное, так сказать, по вашему желанию. Итак, вот такая у меня прокачка получилась эпиков и бигтаймов Милана. Пиши. Прислушиваешься ты, не прислушиваешься. Может, как-то по-своему качаешь. Может быть, совсем по-другие позиции. Я думаю, и мне, и другим ребятам будет интересно почитать. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж. Хорошего дня. Пока. Пока.